Иван и Юля жили по соседству, играли вместе с соседской ребятнёй, целыми днями пропадали на улице. А стали постарше, часто бегали вдвоём к реке, прятались ото всех за околицей и любили часами любоваться водной гладью, валяться в луговой траве, а вечерами смотреть на звёзды. Они мечтали о том, как вырастут, уедут в большой город и будут всегда и везде вместе. Время пролетало, словно вихрь. Ребята не заметили, как беззаботное детство осталось далеко позади. Последний звонок, экзамены, школьный бал, во время которого они сбежали ото всех и провели время вместе. До утра, на сеновале. А когда пришла пора расставаться, расходиться по домам, Юля уткнулась Ивану в плечо и горько плакала. «Теперь ты меня бросишь, да? Теперь я стану для тебя неинтересна?» «Ну что ты! Мы всегда будем вместе! Мы же вместе учиться едем! И никогда ты мне не станешь неинтересна! Я же люблю тебя, дурочка!» Слова слегка утешили девушку, но всё равно дома она ещё долго плакала, уткнувшись в подушку и сожалела о случившемся. Не удержались, поспешили. Как неправильно всё это! Юля боялась встречаться с Иваном, старалась избегать его после той ночи, но он пришёл и попытался выяснить, что происходит. «Мне стыдно за себя и страшно потерять тебя!» Тихонько прошептала Юля. «Не бойся ничего и не стыдись! Мы всегда будем вместе! И как только закончим учёбу, сразу поженимся! Я тебя никогда не оставлю!» И снова разум верил, а сердце почему-то билось в тревоге. И не напрасно. Перед самым отъездом ребят Юлина бабушка, которая воспитывала её почти с рождения после гибели родителей, серьёзно заболела. «Инсульт!» – сообщили врачи. «Женщине потребуется постоянный уход!» Слова звучали, словно приговор. Юля никогда бы не смогла оставить бабушку в беде и со слезами на глазах сообщила Ивану, что ему придётся ехать одному. «Ну, ты не расстраивайся так!» Он нежно гладил её волосы и целовал лицо. «Я буду приезжать, писать буду, а потом заберу тебя, когда бабушка выздоровеет. У нас ещё вся жизнь впереди!» Юля молча кивала и плакала. Она хотела верить своему любимому, но почему-то поднывала под ложечкой и как будто голос ниоткуда говорил. «Это конец!» Иван уехал, а Юля осталась наедине со своими мыслями и переживаниями. Теперь ей приходилось тянуть на себе и дом, и хозяйство, и о бабушке забота постоянная требовалась. От Ивана не было вестей, и это очень сильно огорчало. Ведь она даже не знала адреса, где он остановился в городе и куда именно поступил. И поступил ли. Времени свободного почти не было. К ночи Юля с ног уже валилась, но каждый раз уснуть было сложно. Мысли о любимом не хотели отпускать. Прошло несколько месяцев, когда Юля почувствовала недомогание и ухудшение здоровья. Кое-как она справлялась со своими обязанностями, а ездить в центр продавать молоко со сметаной теперь не могла. Бабушке становилось все хуже, и Юля осталась наедине со своим горем. После похорон бабушки она чувствовала себя совсем неважно и была вынуждена обратиться в фельдшерский пункт, где узнала о том, что беременна. Безысходность совсем подкосила. Юля решила поговорить с родителями Ивана, но когда увидела у их калитки незнакомый и весьма не из дешевых автомобиль, сердце словно провалилось в бездну и не хотело возвращаться обратно. Юля долго не решалась войти в знакомый до боли двор, где они вместе с Иваном часами проводили время в песочнице под старой вишней. Пришлось приложить усилия, чтобы перевести дух. В это время из калитки вышел Ваня. И увидев Юлю, несколько смутился, но тут же взял себя в руки и сходу начал разговор. «Юлька, привет!» «Слышал, бабушка твоя умерла, соболезную. А как сама?» Юля смотрела в его почему-то чужие глаза и, не в силах сдерживать слез, спросила тихо. «Почему ты не писал? Я ждала». «А, так некогда было писать, Юль! Город – это тебе не деревня. Круговорот событий, дел, ну, в общем, сложно все. Да и женился я почти что сразу. Вот, приехали с родителями Таньку познакомить. А, вот и она!» Он повернулся на стук открывшейся двери, из которой вышла женщина. Она хоть и была ухоженной, но разница в возрасте сильно бросалась в глаза. «Вань, ты чего там так долго?» Юля бросилась бежать, не чуя земли под ногами. Забежав домой, она плюхнулась на холодную кровать и долго-долго рыдала, не понимая, что будет теперь и как она сможет жить с таким стыдом, с таким позором. Очень скоро, после приезда Ивана, его родители продали дом и перебрались в город. Юля родила дочь. Соседские старушки помогали ей, чем могли, а она помогала им. Так и жили. Молодежь вся разъехалась из деревни, а через несколько лет поля за околицей выкупил предприниматель из города, построил теплицы и начали выращивать зелень. Появились рабочие места, и Юля тоже не осталась без работы. За дочкой приглядывала соседка, и однажды, когда Юля вернулась домой, баба Маня сообщила, что днем на пороге нарисовался Иван. Спрашивал, где Юля, но соседка ответила, что делать ему неча здесь. Юля замужем, и дочка вот у них. «Он с женой-то развелся», – продолжила бабушка Маня, а Юля старалась удерживать непрошенные слезы. «Так вот, стерва она еще та оказалась. Деньги-то родители его за дом ей отдали. Ну, будто в бизнес вложить, в доли быть. А она профукала их, и теперь скитаются по съемному жилью. И Ваня, и родители его. Вот такая она жизнь!» – вздохнула бабушка-соседка. Юля долго вспоминала все прекрасные моменты, проведенные рядом с Иваном. А когда дочка уснула, она побежала к реке, остановилась у дерева, под которым они так любили сидеть, обнявшись. И, прислонившись к стволу, горько заплакала. Владелец теплиц с самого начала положил на Юлю глаз, как говорится. Женщина она серьезная, красавица каких поискать, да и покладистая, видно было по всему. Но Юля не давала и шанса на надежду. Андрей не унывал. Он всегда был веселым и доброжелательным. И постепенно Юля начала к нему приглядываться. Дочка уже выросла, в город собиралась уехать. «Ну чего тебе одной здесь куковать?» – твердили наперебой соседки. «Андрей – мужик серьезный, ответственный. Неужели не поняла за столько лет, что ради тебя он тут бывает часто так? Не рви душу мужику, да и себе тоже. Сколько можно страдать по кобелю этому? Неужели еще и простить решишься? Не знаю. Он же ведь не знал про Дашеньку. А знал бы, может, все по-другому бы было». Женщины переживали. Даже ставки делали. Даст Юля Андрею согласие? Или все же так и будет ждать Ромео своего? И вот настал решающий день. Вернее, вечер, когда Андрей несмело постучался к Юле в дверь. Даша, дочка, была в городе с подружками, в кино. Уже вернуться должна была, и Юля начинала волноваться. Андрей принес огромный букет алых роз и бутылку шампанского. «Юля», — осторожно начал он, — «я, как ты знаешь, давно люблю тебя. Таких, как ты в жизни не встречал, но ждать становится невыносимо. Мы не первый год с тобой знакомы, и поверь, намерения мои очень серьезные. Выходи за меня. Я весь мир к твоим ногам брошу. Ты будешь как за каменной стеной. Не молчи только». Юля подумала, что уже на самом деле ждать-то нечего, и лучшего мужа, чем Андрея, ей не встретить. Да и оставаться одной в этой глухомане было грустнее грустного. Она решила, что да, согласится. Как вдруг в окно ярко засветили фары подъехавшего автомобиля, и Юля бросилась во двор. Даша. Сердце ёкало внутри, всю грудь скололо. Она боялась, что с дочерью что-то случилось. Но из машины вышла сама Даша. А затем из водительской дверцы вышел Иван. Дочь подбежала к матери, дрожа, как листик на ветру. «Мама, почему ты врала мне, что мой отец погиб? Я верила тебе, мне он был нужен. Как же ты могла?» Юля не могла найти ответ. Иван подошел ближе и тихо заговорил. Я когда увидел Дашу в городе, случайно, сердце остановилось и, казалось, не продолжит биться вновь. Думал, с ума сошел, ведь она твоя копия тех наших лет с тобой. Я приезжал к тебе много лет назад, но баба Маня сказала, что ты замужем. Я поверил, что дочь твоего мужа. Если бы я знал, не представляешь, Юля, как я сожалею о том поступке. Красивой жизни захотел. Глаза разбегались в разные стороны. Но очень скоро понял, что настоящую любовь, которую дарила ты, уже никто не сможет дать. Никто не умеет так любить. Танька лишила нас всего, но я смог подняться. День и ночь пахал, не давал себе отдыха. Недавно квартиру купили, у меня есть теперь все, но нет любви, нет тебя, нет дочери. Не лишай меня и дальше этого счастья. Прости, все, что скажешь, сделаю, только прости. Андрей все это время стоял неподалеку. А когда Юля оглянулась на него, он все понял без слов. «Желаю счастья в личной жизни», – тихо, но четко сказал и зашагал очень быстро вдоль полей, нервно срывая на ходу травинки. А Иван поднял Юлю на руки и долго кружил, а потом вот так, не отпуская ее, побежал к реке, на их любимое местечко. Домой они вернулись только утром, счастливые и влюбленные. Словно и не было этих долгих лет разлуки, этих бесконечных слез по ночам. А через 9 месяцев Юля родила сына своему законному мужу Ивану, который продолжал носить ее на руках и дарить нежность и любовь за все упущенные годы.